Я бы хотела сказать, что для нас, наверное, кризиса нет, потому что, когда на рынке все идет хорошо, люди больше следят за своими финансами, и у них есть средства на разные гаджеты, на интернеты мобильные и так далее, они начинают больше пользоваться дистанционным банковским обслуживанием. Когда на рынке кризис, то люди начинают считать деньги, и банки начинают считать деньги, и, соответственно, дистанционное банковское обслуживание – это наиболее дешевый канал как для банков, так и для клиентов, и он тоже замечательно себе живет и процветает. И, конечно же, на этом фоне меня весьма изумляют те банки, которые в этом году либо сократили, либо вовсе заморозили разработку своих каналов дистанционного банковского обслуживания. У нас все не так. Спасибо.